всем привет едем за мегауазом идет дождь придется своим ходом на лафите не повезешь такую погоду сейчас будем ехать в интересном направлении да вот он наш монстр сейчас поедем давно не катались в общем друзья едем мы сторону дома есть там пару интересных вариантов с продолжением сейчас главное доехать потихоньку очень сложно управлять гидравлика я уже много раз говорил показывал сейчас я вам покажу друзья вот такая рулежка видите то есть обратной связи нету жесткой и ты жидкость толкаешь колеса поворачиваются толкнул сюда толкнул туда то есть курсовая устойчивость очень слабо если это можно ее назвать устойчивостью но тем не менее потихоньку можно передвигаться главное не переоценивать свои силы в плане скорости и аккуратненько аккуратненько подруливать ну на пиздоре нормально как бы там пошире скоростей больших нету то мы на 3 передачи где-то 40 едем потихоньку достаточно очень далеко то есть грубо говоря за час можно на любую покатуху доехать но я уже говорил в онлайне все-таки я хочу переделать рулевое классический вариант у меня там есть рулевая колонка от mercedes есть развернуть нужно будет единственная тягу где-то деле не знаю куда после установки всегда куда-то что-то девается потом и найдем купим неожиданно ну как неожиданно запланировано приехала вот такая машинка и мы сейчас поедем он наша танковая что пошла жара а я хабы не включил елки-палки забыл понижалечку сейчас все хабы включены понижение есть шины накачаны под асфальт ну там единица 1 и 2 андрюха я просил накачать то есть это для этих шин чтобы вы понимали это как тройка на асфальте на обычных если не больше вот пока одна пониженная передний мост еще не тестировали это первый первый выезд но видите как тут классно он самый кайф впереди новый пилот не менее яркий чем предыдущий на этой машине идет дождь причем третий или четвертый день я уже сбился со счета на дождей много было принципе в этом месяце плюс 12 я только что ехал по бориспольской трассе и там табло так ну смотрим смотрим как как мы поедем я на 2 а стоп это я на заднем приводе еду друзья это все задний привод просто задний на перекачанных шинах а вот теперь а вот теперь полный теперь совсем другая история с этим мостом мы еще с этим редуктором еще не катались классно бтр-овских но давайте я вперед чтобы они меня сняли да не так давно мы тут были я вам еще не показывал отсюда видео есть очень шикарный материал позже все увидите пока сохраним интригу не сложно не сложно сейчас доедем до центральной лужи но очень классно может покажу ребятам это видео может в субботу приедем сюда всей бандой при такой погоде будет очень классно ну что вам сказать про эту машину на ней просто едешь и все просто едешь вот даже чуть-чуть я пытаюсь бросать грязь включил вторую с одной пониженной крутящий момент отлично несмотря на не очень мощный двигатель 2 и 4 объем всего нет две пониженные я ошибся я забыл но нет одна все правильно на двух пониженных сейчас покажу как едет вот я включил вторую и вот холостые то есть мы на холостых просто будем ехать сейчас а вот и конкурирующая вот тут сразу можно третью на двух пониженных и ехать можно за второй спокойно трогается с двумя пониженными но тут гидравлическая рулевое в своей стихии видите что творится начинает бросать на лобовое уже я чуть добавил обороты кто не знает две раздатки стоит поэтому есть две пониженные 1 одно понижение тойотовская раздатка которая вместе с коробкой идет тойотовской и вот вторая вторая раздатка это грузовика пока не определили с какого что именно те сзади снимать но но и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть там определенные мысли насчет этих двух ланцев. Ну, в общем, вот так мы едем. Лужи превосходные. Сейчас я тут чуть-чуть протру. Вот так вам, наверное, лучше. Ну и вот самое глубокое место. Тут наиболее низкая часть танковой. Чего-то не взяли мы сапоги. Машины серьезные, я думаю, выходить не придется. Но хотя бы, чтобы вам показать с улицы, то выйти придется все-таки. Вот это самая известная лужа. Самая жесткая. Смотрите, как идет. Самая глубина тут. Тут я во льдах был. На залу пазлики. Вот именно в этом месте. Но и дальше там тоже серьезная. Бросает грязь. Смотрите, как там дальше глубоко. А, это я на третьей все-таки. Был две пониженные трети. На четвертой будет чересчур. Ну, тут нет таких препятствий, где мы не можем проехать, по крайней мере, на этом участке. А вот дальше будет интереснее. Сейчас мы проедем туда. Так, там оператор наш. Закрылись. Закрылись. Так, ну, ветки нам не очень нужны. У нас радиатор на крыше тоже расскажу, кто не знает. Так, третья. Да, тут гидравлика в своей стихии. Нету никаких ударов по рукам от рулевой колонки. Просто едешь и все. Как кто-то говорил, на этой машине неинтересно ездить на оффроуд. Но на самом деле есть места, где она садится. Не садились не раз. Но там совсем, совсем болото. Четвертая. Две пониженные. Две пониженные. Видите, какая жесть. Тут набросали мусора немножко. Животинки. Танкам, понятно, все равно. А нам не очень это хорошо. Ну и вообще мусор не очень хорошо. Ну вот, на четвертая я догнал немножко. Догнал. Нового владельца УАЗа на БТРовских. Но я думаю, он доволен машиной. Переходим на второй участок. Тут будет повеселее сейчас. Там, вы помните, кто смотрит нас постоянно, там есть в середине... В середине есть очень хорошие места. Так, тут главное не попасть под машину. Опять мусор. Строительный какой-то, бытовой, да. Вот это жесткое место, где Шишига спасала. Фуранер, можете посмотреть. Тут очень глубоко и серьезно. Но не для наших машин. Есть тут следы нашей жизнедеятельности. И не только нашей. Вот это жесть. Упала с запчастями банка. Упала банка. Ну там блокировка поломанная. И лежал там стопор, который Андрюха не поставил. Он не знал откуда. Он точнее не видел его. Вот он где-то здесь. Это все лежит. Я думаю, что найти шансов почти нет. Да, самое ценное из всего, что там лежало, это стопор. Так, ребята уехали, не застряли. Все нормально. Вот эти шины огромные. Которые еще больше, чем у бородача. С урагана, наверное, все-таки это. Так. Ну, сапог нету. Как доставать, непонятно. Сейчас, конечно, попробую как-то помацать руками. Не знаю. Тут из-под 5-литровой обрезанной. Ну, из воды обычной. Вот такая баночка. И открылась дверь. Ну, дверь в УАЗе частенько открывается. Но подумать, что она может открыться. И она выпала. И вот именно перекос в эту сторону в этот момент. В общем, ладно. Будем сейчас пробовать найти. Так. Тут колья. Вот такой класс сегодня здесь. Холодная вода. Вот так красиво сегодня здесь. Не, ну, найти нереально. Даже банку я не могу найти. То есть, как она упала. Чуть-чуть я сдал назад. То есть, в принципе, должно быть где-то вот здесь. Ну, видите, тут проваливаешься наглухо. Очень глубоко не нахожу. Ладно, купим другой. Проблема его нет в наличии просто. Вот и УАЗ приехал. Так, ну, найти нереально. О, зато, видите, стало интересно. Было... Аккуратно, аккуратно, Витя. Стало интересно. Так, все. Попытка была. Но идти не удалось. Вот она, дверь просто иногда открывается. Я весь хлам поубирал. Назад. Тот, что не особо ценный. И что, там нет объезда? Можем лебедкой уб... А лебедка не работает? Не работает. Ну, пошли объезд посмотрим, может есть. Большое дерево, Виктор говорит, упало. Да, обидно на ровном месте. Ну, это часть очень классная. Она раньше была, ну, такая, средняя. Но после того, как танки начали чаще ездить, сделали ее очень хорошей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И нет стропы у нас, никакой лебедки. Нету тоже. Дерево не очень большое, на самом деле. Сейчас попробуем бампером его. Так. Витя говорит, там галогенки. Он бампером толкнуть не может. Остаюсь я. Дерево вроде как сухое. Дерево вроде как сухое. И стропы нет с собой. Сейчас попробую колесом. И дерево такое ерундовое вообще. Никакой проблемы особой. Оттащили бы его на раз-два. А у Макса есть стропа. Да, стропа есть. Коротенькая корозащитка. Но ее хватит вполне. Сейчас мы исправим этот недостаток. Я уже подумал действительно, когда Витя сказал большое дерево. Но оно вообще небольшое. Так что мы без проблем сейчас поедем дальше. Сила этой машины, видите, какая хорошее понижение. Вот мы сломали просто на две части. И все. И продолжаем дальше ехать. Никакой проблемы вообще нет. Все. Снимать можно только вперед. Так, уже близко. Самое интересное место. С наиболее вязкой, глубокой грязью. Оно уже недалеко. Да, на этих машинах мы можем проехать всю танковую за полчаса, грубо говоря. Ну, чуть, может, больше. Если деревьев будет немного. Я по колее танков попадаю, как раз по ширине Макса УАЗ уже. С новым пилотом. Идет не менее уверенно, чем со старым. Ну, вот я его догнал. Плюс того, что идет дождь, у нас чистое лобовое. Да, вот сейчас бы не скучно, я на остров. Просто бомбезно идем. Более стандартным внедорожникам тут посложнее будет. Третье. Бомбезно. Продолжение следует... Третье. Бомбезно. Бомбезно. Дух колея какая мощная Очень глубоко Как-то была куча мусора Выброшена Продолжают немножко Тут вывозить Вот тут где-то мы залупазл сломали Ну вот начинается Это глубокое место вязка А тут когда больше воды То намного легче чем когда пластилин На четвертой еду Две пониженные Тоже тут откуда-то куча мусора Покрышек Потому что справа Есть параллельная дорожка Она вот-вот закончится Но Как-то доезжают сюда каким-то образом Да, мусор этот надо объехать Могут быть гвозди Но иду по самой середине По самой жести Видите, одним колесом берет левее Вот и центральная там лужа Самой Самой жесткой Сейчас интересно Проедем мы тут или нет Я объезжать не буду Буду по центру идти Но тут кажется залупазлик сломали Да, вон этот выезд Справа Много Много видео с этого места В принципе вода есть Протектор чистится С усилием Но едет Стоит 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 Это все третья передача. Ну, тут действительно, когда больше воды, протектор очищается и легче, на самом деле, чем, ну, может, это на этих колесах. Ну, вообще на любых, в принципе, но в этом месте, наверное, машинам попроще будет очень сложно. Включил четвертую. Чуть быстрее поедем. Еще одно дерево. Прошли, даже не почувствовали. Тут слышно дерево. Колеса сильно накачаны. В общем, такая танковая дорога. Для этих автомобилей вообще несложная. Вот так внутри выглядит все. Сейчас мы ждем. Нагрелось? Давай! Нагрелся чуть УАЗ, но у меня радиатор на крыше. Все это болото ему без разницы, есть оно или нет. Хорошее решение, в принципе. Бородач придумал. Так, ну, съемка из салона, я знаю, не все любят. Мне самому не очень нравится. Ну, как есть возможность снять. Квадрокоптера нет, так бы можно было пустить перед собой и снимать, как мы идем, или сзади. А, хотя погода не летная. Ну, снаружи вот так наш коллектив сегодняшний небольшой. Шикарно идем. Витя только что рассказал бесподобную историю. Говорит, 20 метров до этого места, говорит, 3 часа ночи у них заглох УАЗ, они катались. И, говорит, и аккумулятор посадили, пока пытались завести. И бензина в баке нет, на газу не завелась. Привезли с базы 225, в общем, есть там у него кадры. Покажу вам. Продолжаем маршрут. Заводится просто. Что хотел рассказать, насколько бесподобный мотор. Коробка, раздатка просто. 10 лет у меня, но мотор я капиталил и заперегрел. Ну, все новое. Первый ремонт расточен. Оригинальная поршня. Просто бесподобно работает. Коробка, раздатка. 10 лет вообще рука не прикасалась. Мало таких автомобилей, которые это могут выдержать. Двумя руками, держусь за руль, поставил. На штатив. Так, интересная кучка песка. Или тырсы, наверное. Тырса все-таки. Ты, видите, объехал, я проеду. Понижение бешеное. Очень легко мы заедем. Можем на пузе, правда, повиснуть. Ну, не такая она высокая. Это куча. А вот и финишная часть этого участка. Единственное, из коробки, что за 10 лет я пользуюсь этой машиной. Синхронизация немножко. Ну, столько-сколько она проехала на воде. Ну, это вообще не проблема. Думаю, сломается, починю. И жду-жду, она не может сломаться. Так вот и катаемся. Все, выключил я полный привод грузовичка. Полный привод так тяжеловатенько выключается. Ну, и понижение. Вот это обычная вторая повышенная. Тут дорога, можно сказать, общего пользования. Витя говорит, греется. Ну, в принципе, мы прокатились. Нигде не застряли. Показали, какая хорошая у нас погода, какая хорошая танковая. Более стандартным автомобилем будет очень интересно, если в субботу сюда поехать. Но ребята там больше куда-то хотят к водичке. Все-таки весна. Так что вот такой у нас оффроуд получился. Вот такой получился оффроуд. Все работает. Полный привод есть. Ну, вот на бездоре, видите, я так довольно быстро еду. Тут, как бы, гидравлическая рулевая, понятно. Если бы еще точнее нарулилась, было бы лучше. Но, видите, бросила. Ну, в принципе, можно эксплуатировать. Ох, аж по ногам вода попала в салон из лужи через отверстия под КПП. Я не раздат. Помоем сейчас тут немножко мосты. Вот так нас накрывает. Очень классная погода. Хорошая оффроуд такую погоду. Сейчас расскажу вам историю. Когда-то в 10-м году, в 11-м, не помню. Нет, в 10-м, наверное. Когда-то, да, в 10-м я купил Гранд Чироки у Аз практически одновременно. Но у Аз под аффроуд, Гранд Чироки, вроде как, просто ездить. Но потом все зашло, все зашло чуть дальше. Где-то примерно вот в этом месте мы когда-то ездили здесь. Просто на природу в лес выезжали. Думаю, помню, что есть дорога, много снега было. Хорошая зима была такая, 9-10-й год. Кто помнит, очень жесткая была зима. Я четко помню просто. И я на стоковой резине. Обычный дорожный Мишелин. В каком-то небольшом размере. Я просто Гранд с этим Мишелином и купил. Так, опа, забор. Вот сторожка ходил сюда, лопату брал. Думаю, попробую развернусь вот в том месте, где было ответвление влево. Так встрял, блин. Если бы здесь лопаты не было, вот в этой сторожке, которая следит за железной дорогой. Не знаю, когда бы я выехал-то откуда. Взял лопату, раскопался и выехал. Я даже на тот момент, скажу вам честно, даже плохо ориентировался, как правильно включить раздатку. То есть, вот такая ситуация была у нас. не помню. Темно, наверное, уже было. Тоже тогда еще ничего не снимал. Никаких нету, только в памяти остались. этот глубокий снег. Так, это, наверное, была пятая. А вот третья. А, стоп, это первая. В общем, этот глубокий снег остался в памяти только. Стоковый полностью Grand Cherokee на 50, где-то, или 60 процентов, наверное, изношенной резине. Простой дорожной четыре дорожки. Так, ну вот все уже. Просто мы выехали к переезду. Тут уже твердая дорога. Вот с этого места, тут что не место, есть что вспомнить. С этого места меня бородач на бревне тащил аж километров пять, наверное, отсюда. Был, плохо мне закрутили поворотный кулак на этих мостах. И он просто, просто открутился. Там где шкварня, кажется, насколько, да, насколько я помню. И просто отвалилось колесо вместе с поворотным кулаком. И мне пришлось, нам, точнее, пришлось возвращаться на бревне в 12 ночи. Это был, кстати, день, когда Кличко там с кем-то, то ли с Льюисом, то ли тоже с кем-то серьезным дрался. А мы на бой, кажется, успели, так как он был поздно. Короче, класс. Так, ну что, всем спасибо. Подписывайтесь, напишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите увидеть, какие машины. Обязательно. Пишите все, не стесняйтесь. Всем отвечу. У вас на БТРовских с нами. Немножко он поменял пилота, но это такое, Макс с нами. Есть еще ГАЗ-69. Может, что-то новое будет. Есть у него лендровер. У него там есть определенные мысли, что-то он хочет с ним сделать. Что-то серьезное. В общем, афроуда будет очень много. Вот эффект шимми. Вот видите, раскачивает. Скорость невысокая. Я пару поворотов рулем сделал. Пропал он. Но все равно есть. До встречи, друзья. Пока. Спасибо всем, кто досмотрел. Ничего себе. Как тебе мойка? Какие деньги, Лёд? Все, мы на парковочке. Нормально долетели. Это, что попали.